Не шокоть, не гыкать, не бояться говорить о Боге в школах и университетах. Москва в гостях в церкви ITC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тяжело ли готовиться к мастер-классам? Вы учите какую-то информацию или это то, что у вас от сердца? Да, конечно, мы подготавливаемся, но также нас Дух ведь ведет Божий на самом-то деле. В этом весь секрет нашей эффективности. Как вам у нас в гостях? Довелось ли уже с кем-нибудь познакомиться? Вообще, как вам атмосфера? Очень, очень понравилось. Нас водили по городу, нам показывали какие-то достопримечательности, какие-то. На самом деле нам показывали остров, нам показывали плотину. Плотина очень красивая. И очень понравилась молодежка. Молодежка, такое принятие в церкви, очень открытая молодежь. И мы рады, что мы побывали у вас, что мы пообщались с вами и обменялись контактами. Очень-очень-очень понравилось. Когда ты учился в школе, в училище, не стеснялся ли ты говорить о Боге? Нет. Все знали, что я верующий. Я, наоборот, был светом. В свободное время открывал Библию на уроках и читал. Тебе никогда не было стыдно или неудобно? Нет. Я знал, что есть свет этому миру и соль этой земли. Привет, Аня. Привет. Я знаю, что ты уже давно закончила учиться. У тебя уже своя семья. Но, тем не менее, ты продолжаешь ходить в университеты. Почему? Ну, как бы я знаю, что у молодежи, у них особенно повышенное вот это чувство справедливости, чувство поиска любви. И я знаю, что это все, на самом деле, есть только у Бога. Все. И молодежь у них еще, как бы, можно так сказать, еще все впереди. У них есть этот шанс не испортить свою судьбу, а построить ее классной, яркой. И мы действительно ходим и хотим, чтобы наша молодежь в городе была сильной. Привет, ребята. Как вам наши друзья из Москвы? Что вы нового для себя узнали? Все классно. Я узнала, что надо быть целеустремленной, проповедовать в школе, в университетах. И скоро на Пасху, вот скоро Пасха будет, и я приняла для себя, что я нарисую большой плакат и буду раздавать Библии в университете. Я принял пять булочек. Нет, ладно, давайте я серьезно. Можно, да, поговорить серьезно? В общем, все реально, что мне круто понравилось, это то, что нужно использовать праздники, работать с начальством, узнавать праздники в университете. И все, короче, такое, врываться, делать всякие подарки и булочки. То вот хороший у них пункт есть. Моя школа, моя ответственность. Я, конечно, должен быть наказан жестоко, поэтому буду исправляться. Ребята, какие вы можете дать советы запорожской молодежи? Давайте каждый по совету, давайте. Дорогой запорожский молодой человек, я не знаю, правильно это говорить или нет, но я тебе просто желаю не сдаваться. Вот это просто от меня. Никогда не сдавайтесь. Как бы сложно ни было, прям на пролом вперед и все. Наверное, как мы уже говорили на мастер-классах, но никогда не забывайте о том, что вы свет. О том, что у вас есть свет Бога, и вы этот свет несете тем, кто рядом с вами. Просто вы свет и светите ярче и ярче и ярче. Я хочу пожелать вам, молодые люди, чтобы вы просто были смелыми, чтобы вы всегда уповали на Господа, ибо Он реально благ. И хочу сказать, никогда, никогда не бойтесь мнения других людей. Знайте, что Бог всегда с вами, Бог всегда за вас. Верьте Богу, доверяйте, и вот, аминь. Хорошо, еще такой вопрос. У вас есть какой-нибудь девиз? Или как вы собираетесь куда-то выходить? Ваша какая-то коронная фраза. Есть что-то такое? Мы тигры! На самом деле, немножко расскажу. Но на самом деле, мы не тигры, мы тимеры. Но один раз человек один неправильно услышал, и он услышал вместо тимеры тигры. И мы поняли, что это, наверное, как такое, может, в нашу жизнь слово, то, что мы тигры. Вот. Но это больше шутка такая. Давайте еще раз это. Давайте, три, четыре. Мы тигры! Ну что ж, вот и подошел к концу еще один вечер в кафе Нишметы. Ждем вас каждое воскресенье на 6 часов вечера. Мы будем рады видеть каждого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok